привет youtube привет зрители моего канала хочу показать вам еще одну такую штуку прикольный кухонный гаджет аксессуар который я вот купил заказал постараюсь правда не долго занимать ваше внимание ну надеюсь так получится потому что вроде ничего особенного такого вот и не забалтывать то есть это чугунная сковородка вот 22 сантиметра собственно говоря купил я ее в интернет-магазине хотя он забрал принципе интернет магазин такой который принципе заказываешь приходишь забираешь видно видно вот он принципе я 5 у них там представительство в разных торговых сетях я забрал пятерочкой получается значит вот смотрите сковородка мне обошлась в итоге в 330 рублей но при том условии что вот здесь узнать что у меня был промо код так реально по моему она стоит получается на 200 рублей дороже у меня был промо код то есть так вот 530 с учетом промо кода она обошлась 330 и получается значит у меня вышло 105 рублей скидка и 95 рублей доставка то есть принципе получается у них такая интересная такая вот фишка что они берут 95 рублей за доставку какой-то единицы товара если скажем не использовать промо код то получается дороговато сразу говорю например если вот она стоит там 530 рублей плюс 95 рублей доставка до получается там 600 чем-то рублей почти в два раза дороже до выходит дороговато но в принципе значит если у вас есть несколько промо кодов и если есть такой какая-то корзинка где несколько вещей вот то может быть и дешевле хотя знаете там интересная штука такая с е5 то есть я там попробовал например скажем взять загрузить туда несколько штучек дрючек вот чтобы у меня доставка обошлась например на три детали до каких-то на три аксессуара чтобы не обосад доставка обошлась там 95 рублей но промо код вести на все три например у меня там был на 100 рублей на 150 на 200 на 200 на какое-то время там 10 действует можно несколько позиций вести но получается интересная фигня такая когда вводишь промо код то он действует на одну единицу и получается что в общем то если у вас там есть какой-то на 200 на 300 рублей промо код то по моему выходит выгоднее использовать такой промо код чем как бы пакет доставки но в общем не знаю сами как разберетесь там в тонкостях таких общем то вот такой есть магазин е5 я там заказал себе чугунную сковородку сама идея чугунной сковородки такой скажем с выпендрежем она у меня возникла почему потому что значит к острым ножа моя душа захотела торцевые доски вот и к торцевым доскам значит захотелось что-нибудь тонко порезать вот сегодня там как раз там приготовил на грудки куриные кусочек мяса который я там хочу так планирую порезать тонко в стиле такой вот японской нарезки чтобы знаете как он бросаешь на горячую горячую сковородочку такого доктор таки лепесточками зажаривалась такая раз поднимается не буду я наверно снимать все-таки процесс приготовления еды он то ли получится то ли нет то ли получается то ли не да и это будет слишком такой но говорю принципе такой вот у меня участок от моих мыслей такой очень тонко 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 хорошо точенным острым ножичком пласту и там миссо например или курицу может быть даже ребешечку и кладем на скажем чугунную сковородку или жарочную поверхность так чтобы эти лепесточки такие вот чтобы они выгибались и так вот в горячем воздухе играли но пока как бы я такому кунг-фу вот его такого да еще не достиг но я пытаюсь вот это вот сделал все я открываю сковородку и пока получается что тут важно резкость здесь видно да в общем получается что про производители хибеет это то но в общем все равно получается чайно хотя именно вроде бы должен быть чугун и знаете такой вот много скажем споров разговоров о чугуне у меня есть какая-то старая сковородка чугунная такая которая с покрытием вот говно полная чугунные сковородки вообще вещь такая странная бабушки умели у нас не получается вот есть чугунные сковородки которые ну а как это углеродка обычно то есть по сути дела люди потом начинают жаловаться ну как так вот в принципе вот сковородка мы ее не по помыли не протерли поставили на нее пятна ржавчины появились это то что нужно это самое нормальное настоящие по кайфу чугунная сковородка то есть вот чугунная сковородка как и например какие-нибудь ножи таджира из углеродки дашь и рогами должна если вы с ней непрежно обращайтесь должна покрываться пятнами ржавчины значит она не значит нет никакого покрытия вот и это нормально такой как это обычный такой углеродистый чугун углеродистая сталь такая скажем не не прокатанная вот короче я так по возможности значит искал именно такую сковородку грубого чугуна все коробка больше ничего такого особенно интересного здесь тоже ничего интересного 22 сантиметра все достаем чугунный такой хват ручка вот именно будет больше всего мне понравился в сам стиль такой вот вот это вот чугунные рукодержки но на самом деле есть в этом что-то такое такое но я не знаю такой вот от какой-то дрем продолжим придашу свои извинения у меня как всегда накапливается что-то я плодовитый стал режиссер да у меня накопилось масса видео и все время заполняется карту памяти прямо часок даже неожиданно заполнилась в общем что получается такая вот такая таком стиле классицизма до такого средневекового чугунная настоящая тяжелая чугунная рукоятка вот такая чугуняка сковородяка вот она вот ну она такая на вид блестящая вот и я надеюсь что это все-таки никакого покрытия здесь не должно быть хотел такое вот ощущение такое не знаю собственно говоря не я не опытен в чугунных сковородах по моему это моя первая чугунная сковорода до которой сказать доросло моё сознание дома сознание как бы моего кунг-фу которая захотелось мне вот поэтому мне трудно сказать скажем сковорода это покрытая или нет теоретически скажем она грубая не покрытая ничем то есть обычно такую чугу 22 сантиметра и гней подставка подставка ну немножечко конечно я дожидал чуть-чуть как бы лучшую там поставку видите она такая легкая и немножечко такая вот топорно сделанная грубоватая вот ее зачем-то так обильно так замазали лаком что по моему достаточно такой ну из ну под под испортили я не ничего пока с ней не делал принципе потом как-то если можете делать нечего будет я попробую посмотреть можно ли снять этот лак ацетоном или пройти его там наждачкой или какой-то шлифовалкой собственно говоря но вообще неплохо было наверно все вот это дерьмо которое тут вот на мазюкали убрать может быть это будет лень тут вот какой-то пропил такой оставили но в принципе саму как бы суть идеи выполнили надеюсь дощечка это там выдержит все эти испытания ну в принципе я ожидал конечно такой хорошей красивой дощечки да такой из красного дерева там вот к сожалению видите получается там все-таки не хватило не дотянуло вот что теперь мы имеем мы имеем такую прикольную ситуацию берем вот эту вот ручечку тут как-то это головоломка решалась получается смотрите даже в чем чем смысл прикола да вот тут у меня к ну надеюсь может может вот это грубое исполнение может быть в этом блоке и вот тут она шею вот тут она уже сюда вот эта ручка вставляется вот она вот мне вот мне вот по кайфу именно вот эта ситуация то есть берешь вот так ставишь ее зажариваешь на ней кусочки какие-то такие тоненькие потом картошечку на сале или такие колбасочки то прям берешь вот так и на стол так именно вот 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 в чем кайф да и прям так вот на стол вот в этой деревянной подставочки в чем задумка да прям вот насколько ставишь все садятся и приятно берут всякие штуки такие но это как бы первая фаза развития моей идеи создания такой жарочной поверхности на столе по крайней мере дальше я надеюсь этом продвинуть там изучение этого вопроса но где-то там камера-то в изучении этого вопроса там и продвижение возможных разных альтернатив создания жарочных поверхностей пока вот это вот что еще значит хочу сказать наверно можно будет принципе взвесить сказать насколько все это тяжело или не очень рукоятка 92 грамма сковородьяка 1138 вместе с рукояткой 1229 грамм ну деревяшка и все остальное наверно может это не столь важно получается 1619 в общем такая небольшая увесистая штуковина все опять-таки говорю это вот такая маленькая философская концепция вот у меня вот в голове знать почему вообще вот возникла сама эта идея вот с этими всякими фолдерами ножами прочими как бы его долго ходил вокруг них думал думал даже думаю их люди применяют а в таком количестве никуда они не применяются и потом как он после того как я вот подумал наверное все-таки есть какой-то определенный кайф интерес ножах кухонных острых кухонных ножах таких особенных японских широгами прочее вот как только я вот действительно подумал о том что ножи острые и у них есть такие особые функции свойства да у меня вот тут вот как бы проперло думая как-то на самом деле в ножах не в каких-то там всяких там гряльников и ковыряльников на кайф там ножа кухонных которые тонко режут потому что они позволяют вам в отличие например от того что может приготовить ваша там любимая девушка подруга жена приготовить что-то особенное то что может сделать мужчина мужчина может сделать очень очень острый нож нарезать очень очень по-особому там что-то создать такую вот именно атмосферу сделать жарочной поверхности приготовить там осьминожков какое-то такое особенное мясо там с прожилками то есть принципе вот этот раз да и вот и осенило такой окраса тут открылся целый путь я думаю в чем-то наверное наши японские братья они такие уж лохи да когда заводят там несколько сотен там разнообразных ножей и отрезают ими там каждый кусочек своим ножом все спасибо да всем кстати с праздником пасхи с христос воскрес вот и в общем то всем вам счастья удачи любви и ангелов-хранителей все всем пока всем привет всем привет я дополню видео про сковородочку дополню результатами ее тестов что такое тесты значит только что снимал как раз видео о жарочной поверхности которую я себе приобрел как технологическое и более последующее развитие скажем продолжим я хочу дополнить первое видео значит вот уже скажем тестами вот сковородки вот этой вот сейчас попробую настроить себя на мысль что я хочу сказать мне результаты скажем вот жарки на этой сковородке понравились хотя я не умею на не жарить на ней наверно жарить очень специфично надо учиться надо учиться на не жарить что получается самое главное то есть в инструкции написано что она как бы первичная настоящий чугун действительно магнит не лепится зверски покрытия на самом деле никакого нет написано что она там прокаленная хотя потом предполагает прокаливание дополнительная там целая инструкция пропаг про прокаливание к с достаточно сложная такая то есть суть дела такая что ее нужно на при какой-то температуре то что чем-то градусов ставить и она там на 30 минут духовку вытаскивать охлаждать ее на воздухе промазывает растительным маслом снова ставить духовку греть опять до какой-то температуры там 200 градусов там течение там часа вытаскивать охлаждать снова ее на воздухе исключительно да и потом снова промазывает после этого там принципе она там прокаленная в общем то да пока я вот именно скажем опять перепрокалку делать не стал потому что это перепрокалка это не просто оказывается нагрел сковородку на плите и промазал ее растительным маслом нет более такой сложный процесс но написано что завода она прокаленная что я хочу сказать что вот сначала начали жарить на ней куриную грудку такие тоненькие кусочки такие вот жена жарила налила растительное масло стала жарить грудка стала липнуть буквально как первый раз два жарки поверхности липла она говорит нового все типа фигня это все это чугунина ерунда не работает потом она наверное как бы напиталась что ли вот они на этим жиром написано не пользуйтесь вот сначала скажем когда начинаете жарить жарьте жирную пищу она вообще она любит жирную пищу получается чугунная сковородка ну я сейчас расскажу что можно обойтись именно без понятия жирная пища то есть она не любит кислую среду четко написано старайтесь не жарить на ней то помидоры овощи которые выделяет какую-то такую кислую среду потому что начинает пропитывать сковородка внутри будет крадировать собственно говоря и вообще ее промываете просто просушиваете потому что ну я так вам говорил что на настоящем чугуне появится пятна ржавчины как на настоящем таком нормальном углеродистом ноже если вы пользуетесь там углеродистым ножом или вот углеродистый такой углеродистой стали сковородку или крыль углеродистым стали ножом то не надо дурковать то есть надо использовать его так правильно по назначению но что противном случае буквально, скажем, оставлять его просто невымытым, или сковородку, или нож, через 2-3 часа можно уже там бурые пятна на них схватить, причем пятна начинают так проникать в глубину, и надо специальную резину, чтобы их выводить, и вообще, конечно, лучше бы вот такого и не делать. Потом жарка пошла нормально, то есть потом попробовали на ней жарить мясо, жена жарила мясо на растительном масле. Получилось вкусно, недостаток, низкие борта, масло начинает выплескиваться, все равно шкварчит, выплескивается. Ну, подставка, естественно, она как бы отдельно находится. Вот, потом, значит, следующий процесс. Ну, получается нормально, то он говорит, давай я попробую зажарить мясо без жира, без масла, без ничего. Он говорит, оно у тебя прилипнет. Вот что самое интересное, скажем, действительно весь наш опыт говорит, что чугунная сковородка не позволит поджарить мясо, чтобы оно не прилипло. Я говорю, давай, я ее помыл, прям под воду так, чшф, жир стек, ну и вода, соответственно, высохла. Вода, правда, высохла, такие пятнышки появились. Он говорит, что ты там, солил ее, что ли? Говорю, я не солил, это вода такая вот у нас, которую мы пьем в кране. Вся перенасыщена солями жесткости. Ставлю ее, нагреваю, так, чтобы она пышела жаром. Она начинает так, ух, хорошенько так вот разогреваться. И потом от нее такой дымок появляется. Я не знаю, что там в ней дымит, наверное. Мне кажется, вот внутри, в глубине, в порах начинает какой-то процесс такой каталитический, наверное, и оттуда начинают уже выгорать эти молекулы масла, что ли. Потому что, мне кажется, чугун весь такой пористый, он, наверное, внутри весь там принимает какие-то там эти, такие вот структуры кристаллические, там, наверное, с маслом что-то там взаимодействуют каким-то образом. Вот, когда дым поднимается, правда, дыма много выходит. Дым, когда начинает подниматься, нужна вытяжка такая, мощная, было бы лучше. Еще немножечко так продымили кухню. Ну, может быть, там потом, по мере опыта, скажем, найду золотую середину. На сухую соковородку, без жира, я говорю, ну, кладу. Она, говорит, прилипнет. Ну, я немножко схитрил, говорю, там был маленький такой вот слой жира, я промазал. Прямо на кусочке мяса Торцом мясо провёл Чуть-чуть, буквально Чуть-чуть позолотилась Беру два кусочка мяса Шлёп И они запечатываются И всё 30 секунд держу Спокойно лопаточкой раз Спокойно переворачиваю Поразительно Ничего не прилипает Ничего, представляете? Это Не считая там, наверное, барбекю Первый раз Как-то так у меня получилось Я головой Домыслил до того, что Взять сковородку Взять кусочек Мяска И пожарить на сковородке мяско Без жира Вообще Отлично Только мясо нужно резать Хорошим кругляшком И не толсто То есть не надо Таких кусков Таких В стиле американского Стейка Или даже европейского Вот обычный Вот такой кусочек мяса Пять миллиметров Хватает, наверное Там, не знаю, секунд Секунд 20 С одной стороны Секунд 20-30 секунд 23 секунд С другой стороны Все Я для уверенности Сделал это По-моему, 4 раза Мясо получилось Нормально Немножечко Немножечко Подсушил Чуть-чуть Ну, не то, что оно было твердым Нет, просто Можно было сделать его более сочным Достаточно 30 секунд 20-30 секунд С одной стороны 20-30 секунд С другой стороны Без масла Отлично Можно зажарить мясо Для гурманов И потом Если вы хотите Сесть пару кусочков мяса Прямо вот так вот берете С плиточки Эту сковородочку Ставите ее В подставочку На стол Сковородочку Убираете Кучку Или не убираете Убираете И перед вами Ароматное Скворчащее мясо Потом Попробовал Жарить Картошку Здесь Жена начала Жарить Дай попробую Картошку Ну, а насыпала Как-то так Вот так Наверное Ну, практически По бортику Когда Стало переворачивать Борта низкие Картошка Вот немножко Сыпется То есть Есть такая Неудобство То есть Наше понимание Как бы порции Там на семью Она немножечко Больше Чем Позволяет Объем этой сковородки Объем этой сковородки Это Практически Порция Ну На одного Человека Ну, может быть Там на двух Но именно Как Вот Дополнение Поесть Картошечки То есть Сюда нужно Ее немножечко Загружать Картошки Немножечко Маслица Надо Для картошка Впитывает масло Сама картошка Впитывает масло И сковородка Вот А Картошка Картошка Она так Не запечатается Все-таки Маслица Нужно добавлять И Жарить Поменьше То есть Много Брызжит Во все стороны Летит масло Поменьше Ну, я не знаю Там одна Наверное Столовая ложка Для начала Достаточно Если не хватит Да можно добавить Еще одну Столовую ложку И в итоге Жена Говорит Не Это Скажем Выше моего терпения Достала Керамическую Сковородку Туда Бросила Остальную Картошку Тем более Там Ее было На два раза Вот Я лучше Обычной Сковородке Пожарю Зато У меня Получилось Возможно Сравнить Я Домучился Дожарил Картошку В этой Сковородке Правда С максимального Огня Сначала Когда Пришипела Поставил На щелчок Поменьше У нас Электрические Плиты На газовые Можно точнее Регулировать Температуру На щелчок Поменьше Температура Стабилизировалась Картошка Перестала Потому что Если уж На совсем Горячую Чугунение И долго Картошка Горит Картошка Перестала Гореть И я Ее дожарил Потом Беру Вот Прямо Вот Этой Вот Это Меня Именно Эта штука Умеляет Больше всего Я беру Штуковины С плиты И Спокойно Вот эту Сковородочку Ставлю На эту Деревянную Поставочку На столе Так В нормальном Ресторане В котором Хорошо Готовят Если Вот Были Ресторанов В которых Хорошо Готовят Можно Заказать Картошку И вам Приносят Картошку Не абы Что-то Как бы Приносят Картошку В чугунной Сковородочке Сделанные На сальце Со Шкварочками Такие С ресторанного Приготовления Колбасочки В такие Все в чугунных Сковородках Шкварчащие Прямо С огня Видно Ну Если Довелось Скажем Побывать В таких Ресторанах В основном В обычных Ресторанах Готовят Дерьмово Берут В три Дорога Готовят Дерьмово Даже я При том Что я не такой Что там Прямо Супер Кулинар Я могу Сказать Что я Дома Приготовлю Намного Лучше Чем мне Приготовить Это в ресторане Поэтому Я вот Не люблю Я люблю Пойти в ресторан Поесть Был у нас Хороший ресторан В котором Готовили Очень Хорошо Очень И кремовые Супы И вот Такую картошку В чугунной Сковородочках Прочее Не пляски Были Да Когда вот Приходит Шабран Шашлычница Такая Люди Вот Водку Селедку Огурец Шашлык И Чуры Там Делают Все Похер Когда Че Как Там Понимаешь Потому что Там У них Нет Нормальных Поваров Они На этом Экономят Какая Разница Люди Выпили Потом Водка Требует Закуски Отдаешь Им Мясо Какое А они Его Жуют Едят Получается Фигня Вот Наверное Всем этим Ресторанам Этот Один Ресторан Наверное Сильно Мешал Я Не Знаю Может Они Его Проклинали Может Они Делали Его Фигурки Кололи Его Иголками Да Может Быть Они Посылали Туда Ночью Диверсантов В Один Прекрасный День Он Сгорел В Общем Сказали Что Вроде Как Замыкание Проводки Вот Лучше Бы Сгорело Пару Каких Нибудь Шашлычниц Вот А В основном Везде Готовят Дерьмово Есть Может Быть Что Более Менее Когда Приходит Ресторан И Поел Не хуже Чем Дом Что Дома Вы Пошли Взяли Себе Семочку Семочки Сделали Себе Свежее Как Это Называется Ну Что Нибудь Такое Приготовили Пожарили Картошечку Получилось Или Куриную Грудочку Свеженькую Там Взяли Там Бутылочку Вина Какого Нибудь Крымского Нормально Вы Довольны Так Вот Дай Бог Чтобы Вот Хотя Бо Не знаю Там В 20 Процентах Ресторана Чтобы Хотя Бо Так Было То Получается Что Вы Идете Платите За Это В 4 Раза Больше В 3 В 4 Раза Больше Чем Обходится Дома Исключительно Типа Чтоб Там Посидеть С кем Поужинать И Вас Накормили Чем То Что Например Вкусно Хлебушек Такой Чифа По Китайски Такие Булочки Ресторанного Выпекания Еще Что Вообще Редкость Редкость Пойти И поесть В ресторане Нормально Наверное Это Как-то Не Принято Но Я Говорю Может Не Говорю Скажем Какие-то Рестораны Где Правда Дорого И Хорошо Московские Рестораны Для Могемы И Трэ ТТ Вот Я говорю Обычный Такой Нормальный Должен В ресторане Приходите И говорите Я хочу Вкусно Вот Я говорю Прихожу В ресторан Да Например И говорю Я Хочу Кусок Телятины Такой Чтобы Вам Говорит Хорошо Прожаренный Я говорю Нет Мне Говорит Кусок Телятины Слегка Прожаренный С Соком Но Без Крови Ну Казалось Все Просто И Понятно Берешь Нормальную Телятинку Хорошо Там Ее Отбиваешь Там Что-то С ней Делаешь Прожариваешь Именно До Состояния Вот Именно Закупорки На Горячей Сковородочке Резко Закупориваешь Недолго Прожариваешь Чтобы Кровь Ушла Я Не люблю Мясо С кровью Не люблю Я люблю Мясо С соком Хотя Я могу Есть Ну Как Пол Сырое Мясо Не вызывает Отвращения Ну Не люблю Как это Все же Такие Безнародности Но Я не люблю Сухое Мясо Говорю Простая Вещь Слегка Прожаренное Мясо С соком Но Без Крови Но Только Вот В одном Ресторане Могли Выполнить Такой Простой Рецепт Везде Приносили Мясо Или Сырое С кровью Но Скорее Всего Оно Было Просто Пережаренное И без Сока Просишь Сделать Мне Телятину Слегка Прожаренную Без Крови Это Приносит Подошву Без Сока Внутри Который Тебе Нужно Отрезать И Потом Сидеть Там И Сжевать Ну В общем Такое Вот Отношение К Кулинарии Как Типа Как В Якитории Типа Вот Вам С помощью Салфетки Бамбуковой В Корейскую Капусту Завернули Че-нибудь Порезали На Эти Столбики Вот И Довольствуетесь Жрите Вот Вам Это Суши Называется Вот Поэтому Для Тех Кто Любит Экспериментировать Могу Посоветовать Чугунную Сковородку Для Того Чтобы Найти Новую Философскую Концепцию В приготовлении Пищи Так вот Что я хочу Сказать Когда я поставил А забыл Когда я поставил Вот эту вот Картошечку На стол Шкворчащую Пробуйте Это была Честно Это была Наверное Самая Вкусная Картошка В жизни Ну Просто Бесподобная Просто Изумительная Может Картошка Была такая Нормальная Она была Слегка Такая Сладковатая Но что самое главное Интересно Я вам могу сказать Что получилось Для меня Совершенно Непонятные Процессы Они меня ставят В тупик Вообще В ступор Я не знаю Что происходит Потому что Вот например Я Разлюбил Тефлоновую Сковородку Стал любить Больше Керамическую Потому что Тефлоновой Сковородке Происходит Как бы Процесс Зажарки Такой Грубый Керамической Сковородке Она Как бы Более Деликатно Жарит Хотя Та и другая Одинаковая По весу Какая между ними Разница По термодинамике Процесс Примерно Похожий Алюминиевое Толстое дно Там Тефлон Здесь Керамика Жарит По разному Чугуняк Делает Вообще Совершенно Что-то Все по-другому Вот Вот Картошку Пожарили Она Мало того Что она Была Вкусная Она Была Блестящая Она Была Почему-то Такая Гладкая И блестящая Как будто Лаком Покрыта Вторую Часть Картошки Жена Говорит Не буду Там Нормальная Обычная Сковородка С высокими Бортами Керамическая Она Дожарила Ее В керамической Сковородке Нормальная Получилась Картошка Одинаковый Такой Вкус Такой Специальная Для жарки Может Сладковатая Такая Все Вкусная Но Того Во-первых Не было Аромата И Она Получилась Матовая Что Самое Мне Было Непонятное Что Меня Удивило В чугунной Сковородке Картошка Получилась Блестящая Как Лакированная А В керамической Сковородке Она Получилась Такая Мятая Мятая Матовая Как Шершавая Но Может Быть Я говорю Жена Я не знаю Может Быть Есть Люди Которые Скажем Изучают Углубленно Там Процессы Кулинарии Может Наверное Кто Понимает Может Какие-то Термодинамические Составляющие Или Теплопроводные Вот Для Меня Скажем Это Загадка Я Просто Хочу Сказать Скажем Например Что Вот Это Чугуняка Она Открывает Какие-то Новые Порталы Измерения В плане Приготовить Чего пожрать Да И Она Тоже В принципе Возможно Скажем Так Хорошо Там Адаптирована Для Для Того Чтобы Приготовить Что-нибудь Такое Изысканное Тонко Нарезанное Да Тонко Нарезанную Рыбешку Тонко Нарезанное Мясо Лепесточки Для Мгновенной Прожарки Без Без Жира Значит У бабушки На Кубани Жена Нарезанное Керамическое Сковородка Тоже Липнет Магнит Вроде Нормально Но Он Не Так Чтобы Прямо Ошервал Подметки Сейчас Сравним Посмотрим Вот Магнит Но Это Обычный Магнит Но Достаточно Мощный Не Неодимовый А Обычный Магнит Смотрите Бух Вот Ну А Почти Что Его Поднимают За Магнит Сейчас Покажу Керамическую Сковородку Посмотрим Вот Ну То есть Вот С помощью Этого Магнита Можно Единственное Что Определить Что Наверное Эта Сковородка Подойдет Для того Чтобы Ей Можно Было Пользоваться Например На Индукционной Плите Ну И Все Какого-то Зверского Намагничивания Такого Нет Видно Что Это Какой-то Металл Здесь Дно И так Далее Вот На такой Сковородке Как раз Мне Оциально Нравятся Такие Керамические Сковородки На Ни Жена Жарила Ту Картошку Получилось Хуже Но Правда Она Современная Она Не Липнет Она Не Впитывается Масло И так Далее Не Вызывает Какого-то Там Дискомфорта При приготовлении С этой Работать Трудно Наровисто Дымит Брышит Чудей мало Липнет Много Брышит Чуть Перегрел Дымина Там Значит Там Можно Я не знаю Чего Там С фонарем Ходить По кухне Наверное Она требует Как это сказать Знания С ее Обращением Знания Вот как Вот раньше Бабушки Там Готовили Говорят Сковородка Я думаю Какая разница Оказывается Есть Сковородка Для Блинов Это Одно Сковородка Для Мяса Это Другое Для Сала С Картошкой Это Другое То есть Видите Получается Как бы Ее Внутреннее Напитывание Прокаливание Определяет Ее Свойства Неприлипания Уж Я говорю Я не знаю Почему Она Совершенно В отличие Керамики Шершавая Как Наждак Почему Не Липнет Что Там Происходит Вот Скажем С точки Зрения Физики Термодинамики И прочего Для Меня Загадка Наверное Это Скорее Уже Определенный Исторический Опыт Что Такое На вид Она Такая Кривая И Грубоватая Вот Ну Я думаю Что Наверное Настоящая Чугуняка Должна Быть И Такая Потому Что Если Какая То Она Скажем Здесь Абсолютно Ровная И прочее То Это Не Чугун А Это Скорее Уже Будет Наверное Там Покрытие Какое То Шлифование И прочее То 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 Она Должна Быть Просто Вот В Форме Какой Специальная Просто Отлита В виде Чугунного Такого Литья Она Тяжелая Есть Такие Чугуняки На подставке Итальянского Производителя Люди Жалуются Что Она По-моему Легкая Странно То есть Она Что-то В ней Там Не то Поэтому Именно Смысл Вот В Подборе Вот Грубого Начала Грубого Начала Такого Вот Чтоб Именно Вот Так Было Понятно Да И Бережного Обращения С ней То есть Не оставлять Ее Мокрой Не бросать Ее В Посудомоечную Машину Не оставлять В раковине На полдня И так Далее Даже Вот Это Все На На Жарка Которая Там Нажарили Там Курицу Там Грудку Там Еще Что-то Так Это Наки Прочее Не знаю Так Вот Взял Правда Вот Боюсь Ее Когда Берешь За Рукоятку Вот Так Вот Если Ее Взять Вот Берешь Чтобы Поднести Под Кран Надо Ее Вроде Как В таком Положении В таком Положении Когда Переворачивать Вылить Она Может В принципе Выпасть Из этой Рукоятки Все Таки Ну Вот Такой Угол Наклона Дальше Ее Нужно Придержать Потому что Она может Отсюда Выскользнуть Она Тяжеленная Такая Если Она Выскользнет И грохнется В раковину То В раковине Может Дырка Не будет Но Вмятина Будет Такая Ощутимая Вот Попортите Раковину А Я Брал Ее Салфеткой Нужно В принципе Подвод Так Суешь Прям И Она Все И Все Это Смывает Чистая Становится Брал Ее Салфеткой Держал И Когда Под Раковину Суешь Жара В ней Жара Она Аккумулирует Себя Столько Тепла Такая Внутренняя У нее Вот Эта Аккумуляция Тепла Просто Колоссально Дадут Ну Если Промыть Нужно Парилка Такая Только Ее Не Нужно Прямо Охлаждать Ну И Поверхность Не Трескается Думаю Треснет Не Треснет Думаю Ну Помыть Надо Она Очень Такая Пышущая Если Салфеткой Протирать Салфетка Гореть Начнет Мне Кажется Ладно Суну Ее Под Воду Хрен Б С Нем Керамические Нельзя Совать Керамика Потрескается И Тефло А Здесь Немножко По-другому То есть Ее Раз Под Воду Она Не Остывает А Поверхность Смывается Вот Ну Такой Пух Пар И Салфеткой Берешь Когда Прямо Проджигает Эту Салфетку Поэтому Если Будете Пользоваться Прихватку Прихватку И Под Воду Смыл Частяк Получается И Прямо На этот Частячок Без Жира Берете Рыбки Горячую 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 Сковородку На максимальном Огне То есть Ставите Она Вот Ее промыл Она Слегка Охладилась Ставлю Она Чувствуется Она так Нагревается 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 Что Прям И Из нее Какой-то Дым Начинает Ити Такой Магический Поднимается Думаю Хорош Там Это Уж Перебор И В этот Момент Она Прям Переворачивала Жена Прилипнет Первые Годы Я Не Знал Знаете Прикольно Интересно Даже Сам Эксперимент Того Стоит Прилипнет Я Говорю Смотри Переворачиваю Никуда Не Молекулы Даже Мясо Не Прилипло Сковородке Вот Видишь Думают Люди Думают Как В Анекдоте Сидит Чурка Бросает Кирпичи Чурка Бросает Кирпичи Отец Северно Ледовитый Говорят Че ты Чукча Делаешь Ну как Чукча Думает Чукча Думает Кирпичи Бросаешь Думает Ну как Кирпич Бросил Ну Кирпич Прямоугольный Воронка От кирпича Круглая Чукча Думает Чукча Философски Осмысливает Процесс Погружения Кирпича Тоже Такая же Загадка Почему Бросаешь Кирпич В воду Кирпич Прямоугольный А дырка От него Круглая В воде Остается Загадка Природы Так и Здесь Загадка Природы Не знаю Почему К ним Мясо Не прилипает Не знаю Не знаю Все Всем пока